Всем привет ребята, добро пожаловать на канал Счастливый Кролик И как вы поняли, сегодня мы будем разговаривать о острове Мираже А именно, как же его мы сможем найти и потом в дальнейшем на нем же найти шестеренку Конечно, среди игроков в Блокс Фрус ходит очень много легенд и мифов Как, что и где делать И сегодня мы это все рассмотрим Чтобы у нас не осталось никаких вопросов по этой теме Готовим вкусняшки, усаживаемся поудобнее Ну и конечно же, не забываем ставить лайк и подписываться на канал Ну и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео И конечно же, оставлять свои комментарии Мне очень нравится их читать Это видео в первую очередь рассчитано на игроков, которые до сих пор не смогли получить расу В4 Поэтому давайте быстро пробежимся по требованиям Которые мы должны выполнить, прежде чем пойдем искать Мираж Чтобы все было не зря Первое требование В3 на любой расе Так что не забываем во втором море сделать обязательно расу В3 Второе требование Досу в третье море Третье требование Убить Рип Идру Рейдового босса Для того, чтобы начать выполнять цепочку квестов у рыжего короля Кто не знает, как это делается Обязательно посмотрите мое видео Как сделать расу В4 Там я все подробненько объясняю И четвертое требование Нам надо убить короля теста Чтобы получить зеркальный фрактал Также об этом у меня есть прекрасное видео Итак, все эти требования соблюдены Тогда мы можем смело отправляться на поиски острова Миража И сейчас я расскажу, как это сделать Первым делом нам надо купить лодку И чем лодка лучше и круче То есть чем больше у них ХП Тем лучше нам Потому что в нашем большом путешествии Мы можем встретить как и морского зверя Так и целую флотилию враждебных кораблей Теперь начинается самое интересное Ребят, я за эти дни пересмотрел Кучу видео разных блогеров По поиску острова Миража И кто говорит, надо делать так Кто говорит, надо плавать Кто говорит, надо стоять Кто говорит, не надо ауру включать В общем, кто-то специальные мерки Размеривает, что надо находиться От острова Черепахи На расстоянии в тысячу метров И ни метром влево, ни метром вправо Или будет Ничего не будет В общем, впитав всю эту информацию Как губка Я решил провести Своё частное расследование Кролик ведёт расследование Как же найти этот остров Мираж Быстро и эффективно Но прежде чем я начну Излагать свои мысли Дабы избежать непонимания Сразу хочу отметить Что здесь я буду базироваться Только на своём опыте В игре Блокс Фрутс У вас он может отличаться от моего Так что не судите строго Итак, потратив немного времени И найдя несколько островов Миражей Я понял одну такую простую вещь Без разницы, каким вы способом ищите остров Или дрейфуете, стоите на месте Или же просто плывёте вперёд Или же крутитесь на месте Зажав кнопки Также нету волшебного места Отплывя от острова на тысячу метров Где вы встали И сразу же появится остров Мираж Такого ничего нету Чтобы найти остров Мираж Вам просто надо соблюдать Всего три вещи И вы сможете его найти В любой точке моря Итак, первая вещь Которую вы должны знать Что остров Мираж Всегда появляется впереди Вашего корабля Вторая вещь Которую вы должны знать Что ища остров Мираж Вы всегда должны сидеть за штурвалом То есть управлять вашим судном Если вы выйдете на палубу попить сока Или почесать левую пятку правой ноги То остров Мираж Не заспавнится Вы должны быть в кресле Сидеть за штурвалом И третья вещь Которую вы должны знать Самая основная То что остров Мираж Чтобы появиться Должен иметь место Ребят То есть вы не можете Направить нос своего судна Так как остров Мираж Появляется спереди На какой-то остров И ждать Что появится остров Мираж Острову Миражу Нужно место Ребят Так что ваша лодка Всегда должна смотреть В тот участок моря Где есть место Чтобы появился Остров Мираж Вот эти вот Три правила Вы должны знать Ну а тактику Которую вы будете искать Остров Мираж Вы выбираете сами Также важная информация Остров Мираж Появляется на 15 минут После того Как пройдет 15 минут Он исчезнет Поэтому у вас есть 15 минут На все про все Первая тактика Встаем Смотрим носом корабля В то место Где по нашему плану Должен появиться Остров Мираж И обязательно Оставляем место Сидим в кресле Никуда не убегаем И ждем Ребят Где-то в принципе Все время Остров Мираж Появляется Когда я так стою Минут 12-20 Где-то так Все время Появляется Остров Мираж Конечно В этом деле Есть один вопрос На который Я не смог найти ответ Может ты его Как раз знаешь Тогда напиши В комментарии Представим Что Остров Мираж Только что нашел Другой игрок И он исчез И я начал Сразу же Искать Остров Мираж Сколько Понадобится Времени Чтобы новый Остров Мираж Заспавнился Вновь Вторая тактика Идем в центр Нашей карты И начинаем Кружиться По кругу Ища Остров Мираж При этом Конечно же Зажав кнопочки Через чат Но эта тактика Мне не очень нравится Потому что Мы находимся Рядом со всеми Локациями А здесь бегают Баунти Хантеры Которые так и Хотят тебя Уничтожить Конечно Этой же тактикой Можно пользоваться Уже где-то Вдали от островов Тогда да Я за нее Тоже голосую Как зажать кнопки С помощью чата Все элементарно Просто Представим Что ты движешься В определенном направлении Держа кнопочки На клавиатуре Теперь ты открываешь Чат И нажимаешь Любую другую кнопку Как будто ты хочешь Написать кому-то Сообщение Все Чат открыт Ты как будто Пишешь сообщение Отпускаешь кнопки И твой корабль Продолжает двигаться В том же направлении Пока ты не кликнул За рамки чата Третья тактика Тоже очень прикольная Просто покупаем судно Выбираем курс В никуда И идем До самого конца И так Плывем 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 Пока не появится Остров Мираж Сейчас вы видите На видео Как я нашел Остров Мираж Аж за 9000 метров От острова сладости И кстати Ребят Кто говорил Про ауру Что обязательно Надо убирать ауру Так как вы не найдете Остров Мираж Это все Не действует Потому что Вы можете видеть Что я нахожусь В ауре Ребят И спокойно Нашел Остров Мираж Так что Аура Тоже не влияет На поиск Остров Миража Хотите включайте Хотите выключайте Это одно и то же И в этом случае Я также потратил Меньше 15 минут Чтобы найти Остров Мираж Время Потраченное На поиски Острова Миража Вы можете Увидеть сейчас На экране Еще важная деталь Когда вы выбрали Тактику Просто стоять На месте Дрифовать Или же Зажать клавиши Через чат И просто плыть Не знаю куда Не знаю зачем То всегда присутствуйте И смотрите на это Никуда не уходите Потому что С вами могут случиться Такие вещи Как встреча С морским Змеем Но это еще Ладно Его вы спокойно Проплывете Конечно если не Дрифтуете Если стоите на месте То он просто Вынесет вашу Лодку Но вот кораблики Когда вы просто Плывете вперед Иногда могут сделать Вот такую вот Жестокую схему И вы просто В них застрянете И они вас Уничтожат Так что Всегда присутствуйте Когда ищите Остров Мираж Конечно чтобы Не тратить свое Время Можем сразу же Дополнительно Рядом делать уроки И просто Поглядывать на экран Пока не появится Остров Мираж Или какое-то Препятствие Перед нами Которое требует Нашего Личного присутствия Ну а теперь Бонусом Секретная тактика Под номером 4 Только для подписчиков На канал Счастливый кролик Если вы обратите Внимание То я двигаюсь Задним ходом И при этом Нахожу Мираж Спереди Вот тена Даже так было Можно Если честно Я сразу И не понял Что нашел Остров Мираж Ведь таким Экзотическим способом Я еще не видел Чтоб его находили Так что кролик Был первый Круто Ну что Думаю с поиском Острова Миража Мы разобрались Теперь Когда перед вами Появился Остров Мираж Не надо Паниковать И сразу же На него Бежать Сломя голову Спокойно Ребят У вас есть Предостаточно Времени Чтобы все Сделать Если вы Нашли Мираж В дневное Время Суток То вам Еще проще Потому что У вас есть Немножко Времени Чтобы подготовиться Для поиска Шестеренки Поэтому советую Сразу же С корабля Прыгать Как можно Выше То есть Подняться На высоту Чтобы вы могли Увидеть Остров Мираж Перед тем Как вы Зайдете В его Туман И отсюда Вы сразу же Поймете Где находится Самая Высшая Точка На этом Острове На этой Высшей Точке Мы должны Будем Активировать Луну Как это Сделать Надо просто Посмотреть На Луну Активировать Свою Обилку И подождать Так Секунд 15-20 Когда Луна Засияет Это значит Что на Острове Мираж Появилась Для вас Шестеренка Которую Вам Надо Найти Не забываем Повторюсь Вы должны Активировать Луну Только На самой Высокой Точке Острова Мираж Если Вы Станете Внизу Под деревом И начнете Смотреть На Луну Чтобы ее Активировать У вас Ничего Не получится Она Активируется Только В самой Высокой Точке Острова Мираж Если Вам Достался Остров Мираж В ночное Время Суток То Это Уже Чуть Похуже Поэтому Не теряя Времени Прыгайте Сразу На Остров Мираж И Здесь Есть Один Маленький Трюк Вы Должны Бежать Вокруг Острова Мираж По Стеночке Только Аккуратненько Конечно Будет Чуть Тяжело Но Бежим Всегда По Стенке Которая Окружает Остров Мираж Узнать Ее Легко Она Находится Чуть Чуть Под Наклоном Так Что Бежим По Ней Пока Не Упремся В Скалу Ребят Именно В Скалу Вверх Посмотрели Не Видите Конца Скалы Это Значит Ваша Высшая Точка Острова Миража Быстрее Забирайтесь Туда И Делайте Все Действия О Которых Я Недавно Рассказывал Чтобы Активировать Луну Ребят И Убедительная Просьба На Острове Мираже Так же Всегда Оставайтесь Человеком Не Надо Собирать Баунти Убивая Людей На Острове Мираж Ведь Когда Вы Убьете Игрока На Острове Мираж Он Появится Заново В Другой Локации И У Него Уже Может Быть Не Будет Времени Чтобы Добраться До Миража Так Что Не Всегда Оставайтесь Человеком Мы Активировали Луну Она Заблестела Теперь Надо Быстро Искать Шестеренку Ребят Конечно Месяца Четыре Назад Это Было Было Намного Проще Потому Что Месяца Четыре Назад Мы Могли Использовать Шейдеры И Они Просто Убирали Наш Туман Вот Я Кстати Прикрепил Маленькое Видео Другого Ютубера Как Он Бегает По Острову Мираж У него Нету Ни Тумана И Шестеренку Посмотрите Как Хорошо Видно Но Это Было Раньше На данный Момент Роблок Запретил Шейдеры Так Что Если Вам Попалась Какая То Информация Чтобы Скачать Дабы Облегчить Себе Работу На Острове Мираж Ребят Не Делайте Этого Потому Что Роблок Уже Может Даже Забанить За Так Что В нашем Случае Или Мы Надеемся На Удачу Или Пытаемся Использовать Вот Эту Карту Со Всеми Местами Где Может Появиться Шестеренка Ну Конечно Это Будет Сделать Тяжело Из-за Тумана И Я Уверен Многие Из Вас Когда Только Спрыгнут С самой Верхней Точки И Побегут Искать Шестеренку Уже Потеряются И Не Смогут Понять Где Они На Карте Я Сам Так Что Лучше Всего Конечно Позвать С собой Парочку Друзей Но Не Забывайте Ребят Кто Уже Сделал Расу В4 Не Сможет Вам Помочь В Поиске Шестеренки Потому Что Он Не Сможет Активировать Луну А Значит И Не Сможет Увидеть Шестеренку Вот Такие Пироги С Капустой Точнее С Морковкой Ребят Если Вы Оказались На Острове Мираже В Дневное Время Суток И Ваша Задача Найти Шестеренку Даже Если Вы Думаете Что У вас Много Времени Не Надо Жадничать И Начинать Фармить Сундуки На Острове Мираж Сразу же Отправляйтесь На Самую Высокую Точку И Ожидайте Там Темноты Ведь Жадность Может Вас Погубить И Когда Наступит Ночь Вы Уже Не Успеете Найти Самую Высокую Точку Острова Миража Надеюсь Удача Улыбнулась Вам И Вы Все Таки Нашли Шестеренку Очень Круто Поздравляю Ребят Теперь Смотрите Вы Не Берете Шестеренку Она У вас Не Появляется В Инвентаре Вам Не Надо Нести Ее В Храм Времени Как Только Вы На Наступаете У Сразу Сверху Появляется Сообщение Что Теперь Вы Уже Можете Идти В Храм Времени И Делать Там Все Свои Дела Так Что Я Думаю Что Даже Если Вы Взяли Шестеренку Появилась Надпись Сверху И Вы Вы Вылетели Из Игры То Все Прекрасненько И Потом Добравшись До Храма Времени Вы Также Сможете Повернуть Рычаг Вниз Чтобы Открыть Комнату Где Уже Проходят Испытания На Рассу В4 Если С тобой Такое Было Обязательно Напиши В Комментариях Прав Я Или Нет Да Кстати Для Поиска Шестеренки Ты Можешь Включить Быстрый Режим То Есть Убрать Графику Как Б Убрать Сделать Ее Более Легкой Но Когда Ты Это Сделаешь Конечно Туман Чуть Рассеется И Будет Лучше Видно Но Шестереночка Не Будет Светиться Поэтому Я Не Знаю Если Смысл Так Делать Или Нет Но Это Решать Тебе Ребят Совсем Забыл Поговорить О Продвинутом Продавце Фруктов Ух Если Б Он Посмотрел Это Видео То Я Б Уже Никогда У Него Не Смог Купить Лео По Любому Значит Их Отличие Которые Наш Продвинутый Продавец Находится На Острове Мираж Предлагает Вам Как Минимум 7 Фруктов Для Покупки А Обычный Продавец Предлагает Как Минимум 3 Фрукта Также У Продвинутого Продавца Более Высокая Вероятность Наличия Легендарных Фруктов На Складе И Пополняются Они Каждые 2 Часа А не 4 Часа Как У Обычного Ну Все Вроде Все Рассказал Теперь Пойду Посмотрю Что же У него Есть В наличии Ну Вот Вроде И все Я для Тебя Собрал В этом Виде В принципе Мне кажется Теперь Ты уже Сможешь Легко Сделать Расу В4 Быстро Подведем Итоги Того Что Было Сказано То Есть Мы Можем Искать Остров Мираж Разными Тактиками И Везде Главное Что Остров Мираж Появляется Впереди Нашего Судна И Мы Должны Оставить Место Чтобы Остров Туда Поместился И Также Мы Должны Находиться За Штурвалом Кстати Забыл Сказать Одну Очень Важную Вещь Игрок Который Заспавнил Остров Мираж Если Он Выйдет Из Игры То И Остров Мираж Пропадет Так Что Если Вы Сделали Все Свои Дела И Именно Вы Заспавнили Остров Мираж То Подождите Пока Ваши Друзья Тоже Сделают Все Свои Дела На Острове Мираже Не Выходим Из Игры Найдя Остров Мираж Поднимаемся На Самую Высокую Точку И Ждем Луны Ребят На Высокой Точке Нет Травы Вы Можете Ее Спутать С Другим Холмиком Где Есть Трава И Тоже Кажется Что Это Самая Высокая Точка Но Нет На Высокой Точке Травы Нет Только Камни Поднялись Туда Посмотрели На Луну Активировали Спустились Нашли Шестеренку Отправились В храм Времени Сделали Расу В4 Все Очень Просто А Говорить Всегда Ребят Просто На Деле Конечно Все Будет Сложней Но Я Желаю Тебе Удачи Чтобы Ты Наконец Сделал Расу В4 И Не Только Спасибо Что Досмотрели Это Видео До Конца Надеюсь Вы Поставили Лайк Подписались На Канал Ну И Также Нажали На Колокольчик Чтобы Не Пропустить Мои Следующие Видео Ну А С Вами Был Счастливый Кролик Всем Добра Пока Пока